здарова банда опять есть новость о чем поговорить на этот раз ранговые бои и мы будем говорить о том что с ними собираются сделать и почитал комментарии как обычно все пишут что все плохо что мертво умереть не может ранговые бои рип и так дальше и так что же хотят сделать с рановыми боями начнем издалека потихоньку и усовершенствованное оборудование которое снимается за 20 голды теперь будет сниматься за 200 бонов это первая такая вот новость ну и вторая новость их всего две как ни странно аж целых две новости с ранговыми боями в команде которая проиграла никто шеврона не получит шеврона получит только тех кто победили это из них только получит 10 человек лучших по опыту вот такая вот принципе ситуевен что еще по поводу этого всего все пишут что все мертво убили полностью ну что я хочу про это сказать комментарии это конечно хорошо разные мысли тоже но мне кажется нужно было изначально давать шевроны только тем кто выиграл еще нужно увеличить количество рангов потому что очень легко до не было дойти но сейчас только те кто именно реально тащат бои именно вообще это очень нереально когда команда сливается и человек там в одиночку нет против нескольких врагов может затащить такие люди все-таки дойдут до генералов и все будет нормально это хорошо потому что дойти в первом сезоне до самого высокого ранга было очень легко следующее о чем говорят в комментариях и с чем я все-таки соглашусь экономика очень жестко просирается там серебро особенно если пытаешься тащить с голдовыми расходниками потому что игра на десятом уровне и сливать серебро в ранговых боях если можно получать боны в рандом в и в рандомных режимах штурм встречка и новый режим который будет мне до сих пор насрать как он называется с такой экономикой не сильно приятно играть в ранговые бои что с этим делать очевидно что с этим нам нужно делать но на это мне кажется никто не пойдет следующее о чем я заметил в комментариях и с чем я снова соглашусь в комментариях под этой новостью я увидел такой комментарий что арта изи набивает шевроны и это правда с этим нужно что-то делать никакого скилата на арте особо не надо защитники арты идите откуда пришли на арте играть очень легко если ты адекватный человек ничего там сложного нету сложно только если ты какой-то неадекватный и у тебя что-то не так так с твоей психикой умственным мышлением и так далее с этим нужно что-то делать потому что арта просто накидывает и все на некоторых картах просто нет таких позиций чтобы не подставиться под арту а если их каждый бой 33 а в ранговых боях их 3 арта становится в разные части карты и прокидываются практически все и спрятаться от нее нет возможности если ты хочешь активно играть я думаю что большинство танкистов любит все-таки активный геймплей кроме тех вурдалаков которые лазят по красной линии и нюхают траута вот такая в принципе новость про ранговые бои я в принципе рад что они развиваются и те даунские ответы которые я слышал в начале нужно в ранговые бои добавить отметочки и медальки они там хуй не нужны это тот режим в котором люди меряются скилухой арта пидоров нужно уменьшить до одного на команду чтобы можно было понять с какой он стороны стреляет и откуда сейвится а не всасывать с трех сторон от арты если ты хочешь активно играть ну и следующая такая вот добавочная новость это такой вот танчик который будет в сентябре премиумный танк стг гвардеец картиночки я добавлю посмотрите на него в сентябре видимо он будет ст 8 уровня ссср премиумный ну тут в описании написано типа раскраска получилось так себе на любителя даже не топовая а вот сама машина относительно хороша но не знаю как по мне раскраска вполне нормальная такая я не знаю чем она не понравилась вот экспресс но она просто нормальная мне кажется в стиль в стилистике в такой же как и защитник но защитник сам по себе более такой вот какой-то интересный что ли с вами был арчик играйте красиво пока и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok